Год 1864. В России зарождается земская медицина. В Симбирский край первая форма медобслуживания населения пришла к 1866. Предусматривалась система, которая сегодня присутствует, город, село. И это был, конечно, огромный прогресс, потому что до нее были приказы общественного презрения. Были знахари, которые, конечно, лечили не так, как положено. И с приходом от организации земской медицины, которая возникла у нас, конечно, лечение стало существенно лучше. К 160-летию участковой земской медицины в музее-заповеднике «Родина Ленина» открылась одноименная выставка. В основе экспозиции – коллекция известного ульяновского врача Анатолия Мальцева. Здесь история земской медицины с начала ее формирования до начала 20 века. Есть сигнатуры, есть рецептуры, есть разные необычные флакончики. Очень много документов, которые повествующие именно о той эпохе. Кроме всего прочего, здесь мы устроили такой вот небольшой кабинетик, инсталляцию, можно так сказать, доземского доктора с предметами, которые там могли в его кабинете находиться. И если первый раздел выставки посвящен основным этапам развития земской участковой медицины, то второй – российскому обществу Красного Креста и его деятельности в годы Первой мировой войны. Внимание посетителей привлекут медицинские петлицы, почтовые карточки, серебряные и бронзовые жетоны и медали за особую заслугу, документы и многое другое. Выставочный экспонат, где собака и фляжка, которая крепилась к собаке с водой. И когда она оказывала помощь, допустим, находила раненого, и раненый мог воспользоваться этой фляжкой. Земский доктор 19 века стал прообразом современного семейного врача. Именно земская медицина провозгласила и осуществила принципы общедоступности и бесплатности медицинской помощи. А главное – заложила основы эффективного общественного здравоохранения. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73.